Всем привет! Спасибо, что пришли в 10 утра. Я не знаю, зачем. Меня зовут Никитин Константин, я студент 4 курса факультета компьютерной системы сетей БГУИР. Сегодня я вам расскажу про свободное программное обеспечение, его философию, почему это важно, как вы можете этим пользоваться и как вы можете помочь тем, кто его разрабатывает. Ключевое понятие, естественно, свобода. Свобода – это возможность контролировать свою жизнь, управлять ей, принимать свои решения. И хотел бы я начать с истории двух женщин. Первая – это Маримо, она специалист по компьютерной безопасности из Норвегии. В 33 года у нее была найдена достаточно распространенная болезнь сердца, которая лечилась несложно. Ей был установлен электростимулятор сердца, и уже через несколько недель она смогла отправиться в Лондон на прохождение курсов по этическому взлому в Лондон. Но в Лондоне произошла, скажем так, небольшая, ну не трагедия, но несчастный случай. Она, когда поднималась по одной из лестниц самой глубокой станции метро в Лондон, почувствовала себя очень плохо, потому что, как потом обнаружили норвежские кардиологи через несколько месяцев, через несколько месяцев только, ее электростимулятор понизил частоту пульса со 160 ударов в минуту до 80, потому что там были неправильно установлены ограничения. Мари пыталась исправить эту проблему, потому что все-таки она программист, как бы понимает в этом, но так как это устройство было черным ящиком, ничего у нее так и не получилось. Даже на нахождение вот самой причины этой проблемы заняло столько времени, потому что они были найдены, эти причины, косвенным путем, а не прямым. Похожая проблема и у Кэрин Сэндлер, она адвокат из Бостона, тоже сторонница особенного, как и я. У нее была найдена наследственная болезнь сердца, которая может вызвать аритмию, что может привести к довольно плохим последствиям, даже к несчастным случаям. И ей был установлен имплантируемый дефибриллятор. Он, стимулятор, отличается тем, что он работает только тогда, когда нужно. То есть включается, чтобы вывести сердце из аритмии ударом электрического тока. Но не так давно он сработал дважды по ошибке, и один из раз был, когда она была беременна, что могло привести к очень печальным последствиям. И как и с Мари Мо, ничего с этим устройством Кэрин Сэндлер поделать не смогла. Исправить ошибку тоже невозможно. Это устройство было черным ящиком, что с ним делать неизвестно. Как исправить ошибку тоже. Вопрос такой, а что не так? Что они должны были мощно с этим устройством сделать? Ответ тоже простой. Они должны были иметь право иметь контроль над этим устройством, изучать его, изменять его, исправлять ошибки. Это часть их тела, по сути. И от этого устройства зависит их жизнь напрямую. Но для начала, чтобы говорить о каком-то ПО вообще, нужно понять, где это ПО, так сказать, выполняется. Ну, естественно, на компьютере. А что такое компьютер? Компьютер — это универсальная вычислительная машина. Она управляется программно. Программа — это набор команд, которые компьютер понимает. Ну, они идут последовательно, и он бьет одну команду, исполняет, бьет следующую, исполняет. Какие-то простые инструкции, которые, если их много-много собрать, то получится что-то очень серьезное. Например, вот презентации, игры, что угодно. Электростимуляторы сердца. И вот теперь пришло время понять, а что такое свободное ПО? Что такое свободная программа? Свободное ПО — это ПО, которое дает вам 4 свободы. И первая, точнее, нулевая — это свобода исполнять. Это свобода использовать программу, как вы хотите, в каких угодно целях. В плохих, хороших вас никто в этом не ограничивает. Первая свобода — это свобода изучать и модифицировать. Для того, чтобы вы могли как-то под себя это модифицировать, можете исправить ошибки и не ждать, пока это сделает за вас разработчик, а может нанять какого-то стороннего человека. Но для этого вам нужен, естественно, доступ к исходному тексту, он же исходный код. Тут многие не программисты, наверное, не знают, что это такое. Вы не хочешь рассказать, что такое исходный текст? Это не свободный ПО. Вот, вот, да. Исходный текст — это, ну, вообще это просто форма, это вот просто текст такой английский плюс математики, немножко там амгебры, на котором программисты пишут программы. Ну, вот эта довольно простая, она там всего лишь вводит строчку «Hello World». Ну, занимает она где-то там на диске 70 байт, вот именно текст. Но если из нее сделать уже, собственно, исполняемый файл, который вот, мы просто его запустили, он, собственно, самый выведет эту строчку. То есть, вот это исходный текст. И для того, чтобы получить исполняемый файл, нужна специальная программа, она называется компилятор. Вот этот компилятор переводит вот этот вот текст в понятный компьютеру формат, и размер этого файла 8 килобайт. Это много, это, ну, если просто пытаться вот смотреть на эти нули с единицами, понять, что это такое, это очень сложно. Это называется reverse engineering, это очень сложно, очень сложно. Поэтому нужен исходный код. Также должна быть свобода 2. Свобода передавать оригинальные копии за деньги, за бесплатно, кому хотите, как угодно, на каких угодно условиях. И, естественно, свобода 3. Передавать измененные копии тоже. Кому угодно, на каких условиях, за бесплатно, за деньги, как хотите. Вот ПО, которое уважает эти 4 свободы, дает им их, это свободное ПО. То, которое не дает, называется не свободное, проприетарное. Оно, скажем так, чем оно не свободное, чем оно плохо? Тем, что разработчик этого ПО имеет, так сказать, можно сказать, даже власть над пользователями. В том смысле, что пользователь ничего с этим поделать не может. Хотя, это вроде его собственность, он это делает на своем компьютере, он должен иметь контроль над этим, а он не имеет его. Это имеет контроль кто-то другой. Ну, многие могут сказать, ну, какая мне разница, я же не программист, я ничего в этом не понимаю. У меня этот исходный код, вообще, китайская какая-то грамота, я не знаю. Все очень просто, даже если вы не программист сейчас, вы, во-первых, можете стать программистом потом. Это, я считаю, не так и сложно. Я понимаю. Но, более, скажем так, реальная перспектива, это то, что вы можете нанять программиста другого. То есть, не оригинального разработчика и, так сказать, молиться на него, ну, может, ты мне это сделаешь, может, ты мне это исправишь. А можете сказать, эй, ты плохой, ты не хочешь ничего делать, ты там ленивый, ничего не делаешь. Или ты бы забросил этот проект. Вы можете нанять какого-то другого человека за деньги, или просто попросить, если он ваш друг, и он вам это исправит. Он же все-таки программист, он что-то понимает в этом. В конце концов, вы можете помочь не только этим. И вообще, на самом деле, чтобы, вот, так сказать, получить выгоду с этих свобод, не нужно быть программистом. Там, вот, скажем так, ни в одной из этих вот свобод не говорится слово программист, говорится слово пользователь. Ну, а как же деньги там, ну, там, ты говорил, типа, бесплатно можно распространять это все, делиться с друзьями, ну, как же они будут зарабатывать с этого. На самом деле, я еще сказал, что можно из-за денег распространять. Во-вторых, разработка ПО, почему можно платить деньги? Это как услуга. Вы можете программисту заплатить за то, что он вам напишет эту программу. Не за копию ее, которая, на самом деле, делается, как просто щелчок пальцев, а именно за то, что он вам ее напишет, за, вот, действительно, труд. Ну, качество же, нить же будет, тут все это, там, какие-то пишут ребята вообще тоже, опять же, ну, они там за бесплатно работают, какие-то дилетанты, наверное. Ну, это не так. Это не так, хотя иногда бывает так, но не во всех случаях. Это далеко не во всех случаях. Яркий пример, ядро Linux, это замечательное ПО. Его используют столько компаний, там, почти все сервера в интернете используют операционные системы, которые используют это ядро. Ваши телефоны, наверное, большинство из здесь сидящих, Android, используют ядро Linux. И оно реально хорошее. Потребление у него, допустим, памяти, ну, несравнимо с Windows. В смысле, оно меньше. Ну, все равно. Какая мне разница? Ну, подумаешь, что это какие-то чуваки, что-то им надо, какая-то свобода. Зачем? Мне нормально, я там играю в цивилизацию себя на Windows. Мне хорошо, мне-то что? Ну, допустим, вы делаете ролик, там, на часика-два, его монтируете долго. Ну, и отправляете на рендеринг, там, рендеринг 4 часа на вашей машине. И вы решили пойти на прогулку. Ну, прогуляли 4 часа, хорошо отдохнули, зашли в магазин. То есть, все, пятое-десятое. Возвращаетесь домой. Ой, ну, тут рендеринг что-то прервался. Майкрософт решила, что вас нужно обязательно прямо сейчас спросить и еще прервать рендеринг. А не хотите ли вы поставить Windows 10? Ну, почему так произошло? Все очень просто. А компьютер-то не ваш. Компьютер, по сути, компьютер Windows. Кстати, что интересно, в старых Windows компьютер там, ну, знаете, когда вы заходили в файл менеджер, там было написано «Мой компьютер». Теперь там написано «Просто компьютер», потому что компьютер Windows. Интересная история и довольно ироничная произошла с пользователями Amazon Kindle. Это такая электронная книга. Они купили вполне легально в их магазине книжку 1984 Джорджа Оруэлла. Через какое-то время издатель этой книги решил, что нет, он больше не хочет выпускать эту книгу для Kindle в электронном формате. Что Amazon сделали? Они поудаляли удаленно все книжки, устроив с Kindle пользователей. Ну, потом вернули им за это деньги, правда. Но сама вот, как бы, возможность, что они взяли просто удаленно это удалили, не спросив пользователей, хотят они этого, согласны они на это. Просто сказали, все, никаких 1984 вам не будет. Большой брат следит за тем, что ты читаешь. Ух, эта презентация без Apple обойтись не могла, потому что эти ребята делают столько всего, что, я не знаю, я многого просто даже не вспомню. Ну, например, из App Store они регулярно удаляют приложения, которые не, так скажем, согласованы с их политической точки зрения. То есть, например, если кто-то выражает какое-то там, ну, какое-то мнение, которое им не нравится в своем приложении, они его удаляют. Это столько подтверждений, что действительно просто с ума с этим можно. Также они удаляют приложения, которые помогают женщине найти, так сказать, центры прерывания беременности. Они всячески пытаются эту тему замять и убрать эти все приложения. Они регулярно проверяют также на устройствах, ну, особенно на айфонах, айподах. А что же там за файлы такие лежат? Ой, какие-то нехорошие файлы, нам они не нравятся, мы их удалим за пользователя. Детская, не знаю, нарушает копирайт или что угодно. Ну, просто они решили, что нет, все, никаких файлов у пользователя быть таких не должно. По какой угодно причине их-то не волнует. То есть, тут такое дело, что устройство вы вроде купили, вы за него деньги заплатили, оно вроде ваше. А пользуетесь вы им только так, что вот когда Apple сказали, что вы можете им пользоваться, тогда вы им пользуетесь. А когда они не сказали, вы им не пользуетесь. Это довольно грустно, пугающе вообще. Изначально я не хотел вставлять про Facebook, но недавние события, скажем так, в западной, тоже можно сказать, политико-скептической сфере, то есть, ну, там и то, и другое. Сначала на Facebook были удалены из-за байны записи, ой, не записи, прошу прощения, профили различных консервативных политиков, которые не были согласны, опять же, с левыми товарищами в Facebook. Левыми, в смысле, политически левыми. А также после этого многие атеистические, скептические паблики, группы, не знаю, как это называется, я по Facebook не пользуюсь, были также удалены и забанены за то, что они критиковали ислам. Еще раз, в свободной, как бы, стране, в Америке были вот просто убраны с платформы люди, которые критиковали тоталитарную религию. Вопрос стоит такой, хорошо, это все очень плохо, и я хочу что-то с этим сделать, как мне отсюда, вот, как из этого выйти. Начинать нужно с самого главного на вашем компьютере, то без ничего ваша ни одна программа работать не будет, то, чем каждая программа пользуется, это операционная система. Операционная система, единственная, которая полностью свободна, это GNU плюс Linux. Других нет. Есть чуть-чуть больше свободные, точнее, есть чуть-чуть меньше свободные, чем она. Есть несвободные, так сказать, версии этой системы, они называются дистрибутивы, кстати, версии. По вот этой ссылке можно найти все свободные версии, их там что-то около восьми, при том, что все вот дистрибутивы около тысячи. То есть, это говорит о том, что на самом деле людям многим вот на это наплевать. И это плохо, это очень плохо. Ну, я бы перерекомендовал, если вы слышали про слово бунту, слово ты рискал. Оно очень простое, можно пользоваться. Вы можете помочь, просто используя его. Это уже хорошо, как минимум для вас. Потому что вы имеете контроль над тем, что вы используете. Естественно, помогайте остальным, потому что, ну, кто-то не знает, допустим, господи, ну, когда у него не получалось, он не знает, как перереснуть даже систему операционную. Ну, это нормально. Не все из нас там гики компьютерные, это нормально. Если вы хорошо знаете иностранный язык, или знаете, допустим, что вот видите, какая-то программа, она на английском, а на русском ее нет. Помогите, переведите эту программу, это не так сложно. Сообщение об ошибках всегда полезно. Если вы какую-то ошибку обнаружили, естественно, бегите быстрее, пишите письмо гневное, что сломалось так и так, это очень хорошо, это очень полезно. Чем больше статистики по ошибкам, тем это всегда лучше. Еще я предлагаю говорить вместо open source. Вот это слово, оно, во-первых, нерусское и звучит как-то по-дурацки в русском языке. Ну, говорят иногда с открытым исходным кодом. Во-вторых, оно отражает, скажем так, немножко другие принципы. Если свободный ПВО его волнует, вот именно, что может делать пользователь с программой? То open source или открытый исходный код, они такие, вот если исходный код будет доступен всем, то ПВО может стать лучше. Да какая разница пользователю этот открытый исходный код? Он же не знает, вот если он не программист, какая ему разница? Да никакой. Поэтому свободный ПВО для него, на самом деле, мне кажется важнее. Потому что вот в таком случае он им управляет, он управляет своей жизнью. Вы можете еще денежные пожертвования делать. Я, как я уже сказал, это нормально. Ну вот, допустим, последние ссылки можно сделать пожертвования в фонд свободного программного обеспечения. Они, собственно, вот занимаются этой пропагандированием, агитированием, не знаю, как это еще назвать. В общем, всячески помогают это все рассказать людям. Ну и вот просто страничка на сайте gnu.org, там можно впечатлить еще как можно помочь. Слезаться можно со мной вот так. Всем спасибо. И вот вам полезные ссылки, обязательно на них сходите. Вот, допустим, первое, это сайт gnu.org, это сайт свободной операционной системы. Второй сайт, это сайт фонда свободного программного обеспечения. Там они регулярно какие-то размещают статьи, с тематикой связанной, с тематикой авторских прав, с тематикой приватности, с тематикой много всего. В основном, как я уже сказал, их волнует свобода пользователей, поэтому вот они про такое и пишут. Triscal, как я уже упоминал, сайт свободной операционной системы, как Ubuntu, только свободная. Другая парабола, это то, чем пользуюсь я, но если вы не очень, скажем так, не очень опытный пользователь gnu.org, ну, не знаю, лучше, наверное, не стоит. Ну, хотя, если вы чувствуете, что вот я сейчас начитаю с вики статей, то можете попробовать. Следующая, это ссылочка на группу пользователей gnu.org в Минске. Может, кого-то заинтересует настолько, что захочется сходить. Последняя, это ссылка на свободную социальную сеть, еще и децентрализованную. По этому поводу, что я могу сказать. Децентрализованные сети, это очень хорошо, централизованные сети, это очень плохо. Как я уже говорил про Facebook, этим страдает и ВКонтакте, этим страдает и Twitter, этим страдает и Reddit, этим страдает, господи, назовите что угодно. Централизованные, этим все они страдают. В Twitter сейчас регулярно идет централизирование, на YouTube сейчас убрали монетизацию для тех, кто занимается скептической и всякой, так сказать, Controversial Topics, противоречивая всякие штуки. ВКонтакте просто спокойно ваши данные сливают, по первому же, запросу. Почему не стоит размещать, кстати, ваши данные? Потому что вот просто, вот вы там что-то написали кому-то там, или просто репост сделали. Знаете, как в России сейчас происходит? Вообще ужас. Просто кто-то сделал какой-то лайк, просто репост, к нему приходят на дом полицейские, и его могут посадить за это. Ну, и связанное со свободой слова и всякие вообще хорошие вещи, это Ruben Report. Кто знает английский, тому очень понравится. Второе, это наш минский парень, Trash Smash, он же Валентин Конан, он просто очень крутой чувак. И все обязательно сходите на мой канал, все посмотрите и скажите, какой он молодец. Последнее тоже для тех, кто знает английский и может британский. Тоже, так скажем, по свободе слова, критическому мышлению и прочее. Большое спасибо всем, кто пришел. Спасибо Диме и остальным организаторам за то, что дали мне это все рассказать. Ричиду Столману, это тот человек, который разработал эту философию свободного ПО и, собственно, создал операционку ГНУ. Друге Лешу, другу Лешу, он мне помог. Донда Кнут, это человек, который помог мне, так скажем, не помог мне, а он написал ПО, в котором я сделал презентацию. Ну и вообще всем разработчикам софта, которые я пользуюсь, всем большое спасибо.